Последним спикером нашей сегодняшней церемонии я хочу пригласить на эту сцену куратора выставки Ольгу Морозову. Ольга Морозова это сотрудник Пушкинского музея, без которого наш потрясающий партнер, без которого просто невозможно было бы делать эту выставку и возить по всей стране. Ольга Александровна, помимо того, что скажет речь, проведет сегодня небольшую экскурсию для всех посетителей музея. Мы попросим вас сначала пропустить наших незрячих гостей, а потом Ольга расскажет о выставке. Всем надеюсь, что все получится. Ольга, прошу, остаемся сюда. Вот я хочу, конечно, поприветствовать тут огромное время, пожалуй, вот такого открытия в одном городе. И вот когда мы начинали наш проект, мы готовились очень долго. Мы не знали, будет ли понятно, интересно то, что мы хотим предложить, потому что это все-таки не скульптура, которая привычна и которая легче этому человеку. Это живопись, искусство сложное и условное, к которому нужно готовиться. И поскольку мы давали вещи уже конца 19-го, начала 20-го века, времени таких художественных революций, вещи, которые очень знамениты, но тем не менее, вот они по-прежнему, большинстве публики без объяснений остаются непонятны. Вот мы очень плановались, но тем не менее, наши волнения оказались абсолютно беспочвенны, потому что наша новая публика, которая сейчас пришла в музей, я тоже сейчас вот очень хочу подготовить наших коллег из Екатеринбурга, что публика, которая уже раз приходит в музей, она так и остается. У нас сейчас все выставки, они снабжаются, ну, как минимум, тремя тактильными экспонатами, потому что те, кто приходил на выставку видеть невидимое, уже стали нашими постоянными посетителями. И посетителями очень благодарными, потому что даже, наверное, более ответственными, чем обычный посетитель, потому что вот такие вещи, как Гаген, да, вот как Руссо, Пикассо, художники, уже работающие на рубеже 20-го века, вот они оказались интересны, они оказались, понятно, они пробудили вот какие-то даже творческие импульсы, особенно в наших юных посетителях, посетителях которых тоже было у нас очень много. Вот не знаю, как будет здесь, потому что от сезона, конечно, очень многое зависит. Мы открывали выставку в ноябре и закончилась она в феврале, ну, то есть это был вот такой сезон для школьников. Ну и, конечно, мы вот когда эту выставку готовили, мы только могли мечтать о том, как выставка будет доступна спасителям нашего музея, но то, что она будет ездить и объедет огромную нашу страну, вот в этом мы безумно благодарны нашим партнерам, Визии и Сбербанку, потому что только при помощи, да, вот в дружбе с такими организациями это оказалось возможно. Ну и вот хочу пригласить всех, кто сегодня пришел на выставку, познакомиться с ней, посмотреть то, что есть в нашем музее, те шедевры, отбирались, конечно, вот наиболее показательные для коллекции, наиболее интересные. И вот эта выставка, это такая, ну, даже мини-история искусств, потому что начинается все с эпохи Возрождения, а заканчивается в 20-м веке. Спасибо. Спасибо огромное. И я хочу пригласить наших незрячих гостей сначала, их сопровождающих сначала на выставку, и потом сразу все остальные. Поэтому, дорогие наши гости, можем смотреть картины.